Всем привет! Это третий выпуск ЕГЭ по истории. Сегодня я расскажу вам о том, как прали сыновья Ярослава, о том, как Владимир Мономанг боролся за власть и о том, как окончательно разводилась Киевская Русь. Поехали! После смерти Ярослава в 1054 году у власти стал его старший сын Изяслав, а все Волод и Святослав стали его соправителями. В 1072 году принимается вторая часть правды Ярослава. Основной причиной принятия этого свода законов стало то, что смута на Руси стала слишком сильной, и обычный люд не чувствовал никакой защищенности из-за законодательства Ярослава, которое к этому моменту уже устарело. Так что в итоге они приняли законопроекты, которые защищали права людей, защищали их собственность и защищали их жизни. К сожалению, сейчас бы эти законы тоже не повредили, но это уже другой момент. Так что все стало очень популярно, и после этого начались смуты между самими князьями. В 1073 году Изяслава выгнали из столицы, и у власти стал Святопол, который умер три года спустя. После того, как Силот вернул Изяслава, сын Святослава, который погиб в 1776 году, замнил о том, что он хочет стать новым великим князем, и начались конфронтации между ним и Владимиром Мономахом. Изяслав встал на сторону Владимира Мономаха, и в итоге Олег проиграл. Но в 1078 году Изяслав помер, так что дальше Мономах не смог укреплять свою власть. Еще одним важным событием в период правления Ярославича стал 1054 год. Печенеги, с которыми последние два столетия воевали киевские князья, отправились на покой, и к ним пришли половцы, новые кочевники, которые просуществовали на этих территориях, вплоть до нашествия монголо-татар. То есть еще почти два столетия. В 1093 году Всеволод скончался. В итоге на Руси вплоть до 1113 года образовалась полная анархия. У власти стал новый триумвират. Ими стали Святопол Казиславович, Владимир Мономах и Олег Святославович. Следующие события произошли во время этого безумия на территории Руси. Первым событием у нового триумвирата стала битва у Треполя в 1093 году. Там они потерпели сокрушительное поражение от половцев. В это же время Олег выбил Мономаха из Чернигова и захватил город. Сам же Владимир отправился в Переславль и долгое время пребывал там. Следующий налет половцев произошел в 1095 году, но в этот раз Мономаха и его брат Святополк одержали победу. И после этого половцы уже какое-то время перестали приходить на территорию Руси. В это же время Мономах выбил Олега из Чернигова в 1996 году и вновь вернулся на свои исконные земли. В 1997 году состоялось одно из ключевых событий данного периода – это Любический съезд. Инициатором съезда стал, опять же, Владимир Мономах. И основной темой его стало то, что он хотел закрепить за каждым из князей, которые образовались к этому периоду, их законное право владеть их вотчиной. А если ты идешь вторгаться на чужую территорию, то тебя наказывали князья все вместе. Результатом этого, как вы понимаете, стало то, что Русь начала наконец раскалываться. Ну, не наконец, а в итоге стала раскалываться. И уже к моменту кончины Мстислава она развалилась окончательно. Но об этом позже. Следующее событие – это Долобский съезд 1103 года. Основной темой его стало то, что половцы слишком обнаглели, грубо говоря. И русские князья решили собраться и отправиться их наказывать. В итоге с 1103 года по 1111 год князья, договорившись, отправились бороться с половцами. Причем делали это весьма успешно. Но вся эта кампания окончилась, опять же, ссорами, драками, недовольством населения. В 1113 году Киев восстал против власти князя Святополка. В итоге власть пошел установить Владимир Мономах, что он успешно сделал до 1125 года. Он проправил в Киеве, после чего он благополучно скончался. Итак, следующие события произошли во времена Владимира Мономаха. Итак, в 1113 году попринят устав Владимира Севолодовича. Его результатом стало облегчение жизни крестьян за счет того, что займы у ростовщиков и бояр были уменьшены. Так что они не должны были теперь огромных количеств денег. Одной из причин этого стало как раз и восстание с 1113 года в Киеве. Но это уже не так важно. После этого с 1116 года по 1125 год, то есть практически до своей кончины, Владимир Мономах занимался исключительно войной. Войной с половцами, которые безустанно, безостановочно продолжали вторжение на территорию Руси. Ну и в ответ Владимир Мономах вторгался в их степи. В результате они потерпели ряд крупных поражений, но Владимир Мономах скончался из-за возраста. После смерти Владимира Мономаха у власти стал его сын, который в дальнейшем получил прозвище Великий – Мстислав. Он проправил до 1132 года, и в это время Русь не разваливалась. Но сразу же после его кончины не нашлось другого харизматичного лидера, и Русь окончательно раскололась на несколько княжеств. И в дальнейшем все больше и больше превращалось в лоскутное одеяло, потому что каждый город, каждый князь в этом городе хотел себе власти, чего он, собственно, в конце концов и добивался. Итак, остановимся на самых крупных княжествах этого периода. Итак, первое княжество, про которое скажу, это Киевское. Даже после развала Руси на несколько независимых княжеств, Киевское все еще сохранило какую-то свою власть. Она носила титул колыбели территорий, территории Руси, но при этом постоянно страдала от нашествия половцев, и в итоге не смогла развиться экономически. Так что к началу монголо-татарского нашествия Киевское княжество не представляло себя что-то грандиозное. Рядом с ним находилось Чернигово-Северское княжество, которое, напротив, было в дружеских отношениях с половцами. За счет этого они смогли поднимать торговлю. Следующее княжество – это Галецко-Волынское. Осознанно оно было во времена борьбы князей и бояр. И в итоге вся политика этого княжества проходила под эгидой борьбы, боярства и князей. В конце концов победили князья, это был перевалочный пункт между Западной Европой, точнее, Восточной Европой в то время, и между Русью, непосредственно оставшись ее частью. И следующее княжество, про которое стоит поговорить, не является княжеством в прямом смысле этого слова, это была единственная республика. Я говорю про Новгород. Власть там захватила народное собрание, хотя, по большому счету, ближе к концу существования Новгородской республики это стала олигархическая республика, потому что власти находилось несколько боярских домов. Князья носили исключительно оборонительный характер, их призывали для того, чтобы охранять страну. Если они надоедали кому-то, их выгоняли. Одним из ярких примеров такого княжества является Александр Невский. Да, на сегодня мы закончили с историей. Сейчас я кратко скажу. Единственный термин, который относится к данному периоду, это дворянин. Дворянин – это служивый человек. Он жил на милости князя, не обладал своей землей, жил в поместье. Поместье – это земля дворянина. Она не передавалась по наследству, принадлежала князю, которому он служил. И в любой момент у него могли отобрать поместье или дать ему какое-то другое. Так что он постоянно жил в страхе, что обуславливало его верность. Итак, отдельно я скажу про Владимира Суздальского княжества, потому что трое местных князей очень важны для ЕГЭ. Первый из них – это Юрий Долгорукий. Всем он известен тем, что именно в годы его правления в 1147 году было первое упоминание в Москве. Это очень важная дата, ее любят вставлять ЕГЭ, так что запомните ее, не забывайте, набейте на груди. В общем, занимайтесь всем, чем вы так любите. Также Юрий Долгорукий проводил активную внешнюю политику. Он не раз ходил на Киев и даже в конце концов смог завоевать и стать великим князем. После смерти Юрия Долгорукого власти встал его сын Андрей Боголюбский. Сразу же после того, как он установил свою власть, это было довольно жестко, потому что бояре начали возмущаться и требовать себе немножко власти. Андрею Боголюбскому это не понравилось, и он их поставил на место. После этого в 1169 году он ограбил Киев, но не занял Великокняжеский престол, поскольку ему это было не особо интересно, и продолжил править в своем княжестве, пока его не убили. А после смерти Андрея Боголюбского к власти пришел в Севолок большое гнездо. В отличие от своих предшественников, он не просто расправлялся с боярами, но и возвысил дворян, поскольку считал их более благонадежными людьми, чем бояре, у которых всегда были свои личные интересы. После этого он прославился, так же, как и Ярослав Мудрый, тем, что у него было, во-первых, много детей, во-вторых, он их грамотно выдавал замуж и женил. Очень многие аристократы и короли Западной, Европы и Восточной были с ним родственниками. Это его и сделало крайне известным. Итак, подведем некоторые итоги всего того, что я сказал ранее. Во-первых, при князях Владимира Мономахи и сыновьях Ярослава появилось новое законодательство. В этом законодательстве соблюдались права людей, что было неожиданно для данного периода, но постоянные смуты и восстания крестьян заставляли правителей исправлять свою политику. Во-вторых, наступила новая веха в борьбе Руси и степи. Пришли половцы, которые занимались приблизительно тем же самым, чем и печенеги до них. Продолжали грабительские налеты на Русь, а Русь отвечала им грабительскими налетами на степь. Ну и, как результат, они так воевали вплоть до монголов. Правда, с монголами ничего не смогли сделать, но это в следующей серии. Последний пункт – это тот факт, что началась бесконечная борьба за власть. То, о чем я говорил ранее при Ярославе, когда он принял закон о престолу наследия, стало в итоге палкой о двух концах. Конечно, это здорово, что старший сын теперь у власти, но зато теперь недовольны все остальные. И началась бесконечная грызня, и в итоге Русь развалилась. В Новгороде вообще князей не было, а в некоторых местах, например, Владимиро-Суздальской или Галецко-Волынском княжестве, князьям приходилось бороться за то, чтобы остаться на коне. На этом сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. Оставьте большие пальцы вверх. И в конце видео, возможно, будет пасхалка, но я не уверен. Все зависит от нашего монтажера. Если что, бейте его, кидайте в него камни. В общем, всем добра, всем до свидания.